время поговорить о вирусах и с нами врач инфекционист медицинский директор фонда спид-центр елена орлова морозова привет и я не буду скрывать что мы знакомым 50 лет моноты мы родились в одном роддоме выросли в одном дворе ходили вместе в ясли детский сад в школу и вот мы сейчас здесь сидим в берлине и говорим о вирусах пишут что коронавирус от него очень сильно помогают лекарства от вич ну сейчас вообще очень много чего пишут да действительно пишут что такой один из старых препаратов от вич инфекции помогает в лечении пневмонии вызванные коронавирусом и и действительно есть такой препарат лапинавир ретонавир который уже в мире нигде еще расскажи лапинавир ретонавир по-русски калетра торговое название хотя я в общем наверное не должна но бог с ним он применяется в россии в мире он уже в таком совершенном мире не применяется ввиду его токсичности но когда были две другие вспышки эпидемии коронавируса это был 2011 год это был 2002 год они они известны они сейчас особенно всплыли в связи вот с этой эпидемии пандемии даже он тогда применялся и он тогда показывал хорошие результаты то есть надо сходить в аптеку и купить лекарства от вич не выйдет у вас купить лекарства от вич потому что смотря где конечно может быть здесь можно нельзя нельзя ну да и в россии особенно нельзя поэтому лекарства от вич они имеются только специализированных больничках и поликлиниках где лечит вич положительных людей мы с тобой знакомы 50 лет дай мне таблеточку не поможет не знаю то есть сейчас применяли эти таблетки есть отдельные сообщения о том что кто-то не умер о том что чья-то пневмония прошла о том что допустим 15 человек пожилых с из категории риска лечились этими таблеточками и никто не умер но для того чтобы уверенно обсуждать эффективность этих таблеточек нужны большие исследования сравнительные исследования есть контрольная группа кому не давали эти таблеточки где есть основная группа кому давали эти таблеточки и потом эти группы сравнивают и статистически почитывают времени на это не было больных было много но времени на это ни у кого не было поэтому это отдельное наблюдение сейчас нет ничего достоверного есть информация что в предыдущие вспышки эпидемии коронавируса которые были в одиннадцатом и 2002 году это помогало поэтому это за предыдущие вспышки коронавируса 18 лет назад но потому что коронавирус он вообще существует давно это респираторная инфекция обычная вот каждый год бывает простуды они циркулируют в природе а это особый сорт который перешел через межвидовой барьер ну как говорят то есть перешел от этих вот летучих мышей которые в которых он всегда живет к человеку когда вирус перепрыгивает через межвидовой барьер от летучей мыши к человеку он становится очень патогенен то есть он очень не приспособлен к организму человек как свиной гриб птичий гриб да да он его убивает потому но вообще вирусы он ведь что делает зачем ему это нужно для того чтобы сохранить самого себя то есть у него одна идея как и у нас всех мы любим размножаться они тоже любят и он хочет все время оставлять самого себя вот в популяции мыши может быть у него закончились вот начались люди он нашел себе новое поле для размножения и ему не выгодно убивать своего человека хозяин ему выгодно чтобы этот человек вместе с вирусом жил долго то есть он приспособиться к нам и когда будет несколько пассажей то есть допустим вот кто-то заболел от летучей мыши а потом дальше заразился один человек от другого от третьего от пятого от десятого и патогенность вируса ослабевает то есть его способность привести к смерти она ослабевает он сживается с человеком и дальше человек человек переносит этот вирус как простуду обычную а кто-то вообще незаметно для себя то есть вот в этом смысл то есть для того чтобы вирус продолжал существовать он нашел себе нового хозяина и он хочет чтобы этот хозяин в общем то вместе с ним жил очень долго поэтому вот такой смысл размножения этих вирусов а вирус это такая простая штучка ну вот чтобы объяснить почему ему нужен человек почему ему нужна летучая мышь почему ему нужен какой-то там верблюд одногорбый в котором он раньше тоже размножался и продолжает наверное эта штука в которой хранится генетическая информация в форме рнк или днк и вот эта информация она окружена такой липидной мембраной то есть вот есть такая структура вируса защитная а сверху есть липиды и какие-то рецепторы и больше ничего и вот для того чтобы вирус этот мог размножаться у него нет никаких ресурсов и он использует ресурсы своего хозяина то есть минимум 2002 года да не минимум гораздо раньше все было он всегда это знаете ну корону конечно он всегда существует он всегда существует только их много разных видов и какие-то существуют среди людей которые перешли к нам давно какие-то не вызывают уже ничего какие-то вызывают легкий насморк а вот этот новый он перепрыгнул также как когда-то перепрыгнул вич от обезьяна к человеку и когда вич перепрыгнул от обезьяна к человеку он был тоже страшно патогенен а было это сто лет назад как выяснили молекулярные биологи вот не тогда когда началась американская эпидемия сто лет назад когда человек трахнул обезьяну ну не трахнул а зачем но они вроде бы вроде бы они ели и и мозги там как то что такое было как он держался ну что такое я точно не могу утверждать но примерно это произошло около ста лет назад примерно 1920 год это установили молекулярные биологи то сейчас все можно и вот они поняли что это было сто лет назад и вич тогда был тоже страшно патогене он конечно и сейчас патогене но сейчас с ним можно дольше жить потому что ведь что уж не хочет никого убивать также как и коронавирус и также как многие другие вирусы то есть они в этом похоже таблетки от вич наверное кому-то могут помогать наверное опять же людям она нужна тогда когда есть тяжелая пневмония угрожающая жизни когда человек просто переносит простуду даже с температурой 38 ничего страшного него просто образуется иммунитет эта эпидемия спадет на нет когда вот в обществе ну допустим вот в этом обществе вот в германии или там в каком-то другом обществе которая проживает вместе будет минимум 30 процентов людей перенесших эту инфекцию то есть иммунизированных и вот когда общество приобретает коллективный иммунитет минимум 30 процентов эта эпидемия начинает идти на нет зачем тогда мы закрываемся давайте все переболеем быстро если мы переболеем быстро то очень быстро пойдут заражения будет высокая нагрузка на систему здравоохранения но вот то что происходит сейчас в италии и большое количество людей которые из группы риска которые то есть старше 80 лет сопутствующими болезнями с диабетом с давлением с другими болезнями они из группы риска они должны лежать в больницах их должны лечить иначе они умрут на систему здравоохранения будет большая нагрузка и она не справится просто у них не будет столько врачей у них не будет столько коек в больницах поэтому если мы закрываемся мы растягиваем эту эпидемию на более длинное время то есть мы помогаем вирусу с нами дружить да конечно потому что у нас нет вариантов он с нами уже дружит но только но мы об этом не знаем и вот мы об этом узнаем то есть мы должны смириться с этим и понять что мы должны выработать иммунитет ты я наши дети я на них очень рассчитываю потому что дети вообще переносят все легко и свободно и могут даже не заметить его а вот наши родители нет и поэтому наших родителей надо изолировать а мы перенесем как-нибудь я надеюсь а скажи просто означает ли это что люди которые получают терапию вич а находятся в более привилегированном положении наконец-то я не могу этого сказать наверняка потому что я наверняка не знаю помогают ли эти препараты с другой стороны это не все препараты это препараты только одного класса это препараты ингибитора протеаза я сейчас расскажу почему они именно они поэтому возможно люди которые их получают сейчас но если вдруг они окажутся эффективно они находятся на такой профилактике ну как бы для них это профилактика инфицирования коронавирусом или профилактика вот его размножение в их организме если вдруг то есть сейчас мы ничего не можем утверждать потому что прошло очень мало времени потому что данных об этой текущей эпидемии очень мало и мы все это оценим ретроспективно надеюсь что оценим потом потому что эпидемии вич инфекции никто еще в мире все-таки не справился но не научились мы излечивать вич кроме там двух отдельных пациентов случайно вылеченных поэтому она до сих пор страшно естественно она пожирает огромные ресурсы человеческие материальные во всем мире 40 миллионов умерло 40 миллионов живет с ним тем не менее есть африка где умирают много где с терапией все не совсем хорошо где болеет каждый пятый 20 процентов населения в отдельных странах это править инфекцию вот поэтому эти мифы пугающие не до сих пор существуют они эти вирусы с коронавирусом похожи тем что они оба рынковые вирусы то есть вот перевозили перевожу я вначале сказала что есть генетический код у вируса ну то есть это код который способствует воспроизведению самого вируса чтобы он размножался они есть вот эта информация хранится в виде цепочки рнк ты помнишь рнк мы в школе проходили но так но так одна такая цепочка а есть днк две цепочки они друг с другом вместе соединены вот эти два вируса вич и коронавирус еще вирус гепатита c еще много других вирусов они рынковые там одна цепочка рнк и вот они этим похожи когда вирусы размножаются они строят такую длинную 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 белковую цепочку вот на этой матрице рнк вот и когда эта цепочка белковая длинная готова она не функционально то есть что это такое это какие-то части вируса следующего будущего соединенные между собой потому что они такая длинная макаронина построена вот на этой цепочке рынка ее нужно разрезать на функциональные белки чтобы из них потом сложился новый вирус новая вирусная частичка и вот это разрезание выполняет фермент протеаза и вот этот препарат со сложным названием который я произносил в начале про который ты меня спрашивала лапиновир ретеновир или калетра он что делает он нарезает вот эту длинную белковую цепочку на функциональные белки чтобы они потом складывались новую вирусную частичку он нарезает ее как в коронавирусе так и вирусе иммунодефицита поэтому есть предположение что вот этот фермент нарезающий он очень похож и у того вируса и вот у этого именно поэтому эти препараты от вич-инфекции могут помогать и от коронавирусной инфекции предположительно вич спит из африки вот это драни из китая откуда там взялось мне сложно сказать то есть я думаю что не только мне вообще всем сложно на это ответить наверняка я думаю что на это ответят какое-то количество лет спустя какие нибудь очень умные молекулярные биологи но предположительно они едят этих мышей а мыши являются основным хозяином вот такого коронавируса то есть он в них живет подожди но ведь были же еще эпидемии коронавируса были именно его коронавируса были но они были от других основных хозяев то что этих коронавирусов их очень много они живут в разных хозяевах в животных дает вирус который у животных какие-то кошки там зеленые подозревались потом какие-то одногорбые верблюды то есть были две вспышки 2002 2011 год от кошек и от верблюдов ну да и что то они их тоже видимо ели зеленые кошки ну зеленые кошки да вот я такое читала но вообще конечно если я ошиблась то тоже не в защите но читал такое да вот поэтому здесь трудно сказать вообще все всех едят чтобы выжить поэтому вот эти вирусы а мы в общем-то как продукт эволюции тоже состоим во многом из вирусов поэтому кто там кого съел когда-то сто лет назад двести тысячу лет назад и вот мой результат этой эволюции и может быть вот это тоже когда-нибудь станет какой-нибудь эволюции но то что в процессе эволюции кто-то умирает к сожалению это так время нас рассудит сейчас к сожалению мы живем вот сейчас вообще в такое интересное историческое время на моей памяти на твоей тоже это вот вторая пандемия первое это пандемия вич инфекции то есть эпидемия захватившая практически весь мир это вот вторая и она в общем довольно такая странная то есть у меня ощущение создается от интернета там от всяких фейсбуков соцсетей там от статей что происходит нечто очень такое вот какой-то глобальное странное страшное но с другой стороны все уже было и это происходит всегда и какие-то инфекции они проникают чуть человеческую популяцию всегда начинают чумы начинает испанского гриппа и вот сейчас вот это вот поэтому это обычный такой вот процесс который был есть и скорее всего будет я впервые в своей жизни задумалась над тем вот как ты что наверное не стоит есть продукты животного происхождения если мы получаем вич если мы получаем спид от того что кто-то съел обезьяну и вы получили сейчас корона то что съел летучую мышь давайте есть капусту кто-то съел живую обезьяну кто-то съел свежие мозги давайте их обрабатывать будем потому что если мы не будем ничего есть мы умрем с голоду это тоже не выход какая разница чего веганство веганство не вы нет конечно вич погибает при температуре чуть выше 50 градусов давайте просто обработаем то что мы идем ну условно вич любые другие вирусы они вообще достаточно легко погибают при температуре при обработке антисептиками об антисептиками там при разных других воздействиях например вот коронавирус он на ультрафиолете погибает возможно поэтому эпидемия в корее в южной носит такой легкий характер там заболело очень много народу но умерло очень мало в процентном соотношении то есть какие-то десятые доли процента или сотые подожди погибает на ультрафиолете то есть нужно много солнца да летом мы все спасемся я надеюсь хорошо солнце на всех излечит а сейчас пока не очень солнце пока не лето давай по рецепту лукашенко выпьем водки пойдем в сауну давай я не против а сауну убьет корону если это корона на твоих руках то скорее всего да если она внутри тебя если тоже заболела то тебе надо прогреться до 50 и больше градусов чем проблема в сауне 100 градусов и ты превратишься в стейк медиум рер это не очень правильно человек умирает при температуре выше 42 градусов потому что его белок сворачивается донатурируется поэтому это не выход конечно выход вообще конечно надежда что иммунитет справится с этой короной по поводу того как будут лечить эту дрянь вот в тех местах которые вот нас всех больше всего интересует меня больше всего интересует в местах закрытого скопления людей в тюрьмах мы прекрасно понимаем что в тюрьмах делают как лечат в тюрьмах вич как кстати в русских тюрьмах лечит вич ну как препарат там есть для того чтобы их назначать нужны врачи вот врачей в тюрьмах не хватает но на самом деле их не только в тюрьмах не хватает их не хватает и снаружи потому что эта эпидемия она в общем довольно быстро прогрессирует и то количество врачей которые есть но не успевает за количеством новых случаев и поэтому нагрузка колоссальная в тюрьмах их просто под ну почти нет поэтому я не знаю как там лечит я не знаю как это назначают это не очень трудно этому можно в принципе любить обучить наверное любого врача особенно назначать вот эту первую схему и продолжать ее в случае успешной терапии там есть некоторые нюансы когда предыдущие схемы не помогают но их не так много и в тюрьмах я вообще конечно думаю что можно было бы лечить сто процентов людей с вич потому что это вот он контингент вот ты его видишь и вот ты им занимаешься это не то что вот на свободе где кто-то там дом сидит кто-то не пришел у их всех разыскать невозможно их гораздо больше в тюрьмах на мой взгляд я наверняка не знаю каких-то особенностей таких социальных ну или каких-то там коммуникационных вот так чисто интуитивно мне кажется там надо лечить всех и смотреть и брать анализы но этого пока не происходит но тем не менее препараты там есть препараты там сейчас закупаются ну вот последние два года я насколько понимаю более современные чем это было раньше которые устойчивы к различным нюансам лечения то есть вообще вот про терапию же это известно что да и и надо принимать в одно и то же время не должно быть пропусков концентрация препарата в организме должна быть постоянной но есть другие препараты то есть они вот новая генерация препаратов ингибиторы интеграза это группа такая которые очень долго сохраняются в организме которые устойчивы к различным воздействиям например там к пропускам или например к тому что человек вместе с ними там принимать какие-то еще препараты там лекарственные взаимодействия но и много всего и вот сейчас и ими больше стали пользоваться в системе все но опять же нужны врачи и нужны анализа этого нет я даже думаю дело не во врачах а в подходе вот смотри вот у нас есть подопечный в питере в христах гоша марусидзе парень которому не 30 лет вот он был взят на закладки и у него вич степень которая называется а4 дальше только в январе начал получать терапию которая была прописана за полгода и это типичная ситуация во всем это 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 подействует это работает что парень подхватила же гепатит у парня подозрения на туберкулез его тошнит его там баба бабу ему плохо но терапию он получает в этом есть смысл ну это очень сложное вот это вот ты сформулировала все, но на самом деле это такая совершенно непонятная вещь. То есть получал ли этот человек лечение до того, как он попал в тюрьму? До того получал? Получал. Потом он попал в тюрьму, и ему прервали это лечение. На полгода? На полгода. Это неправильно. То есть если он уже... Ну и вообще неважно, если у человека ВИЧ-инфекция, то сейчас принято и показано назначать терапию сразу после постановки диагноза. Ну а уж прервать тем более нельзя. Ее надо продолжать. Но в любом случае его начали лечить снова, и это хорошо. То, что у него гепатит С, это никак к ВИЧ не имеет отношения. Это отдельная история. Да, они там утяжеляют течение друг друга. Ну, в общем, с этим можно работать. Гепатит С сейчас лечится и вылечивается в отличие от ВИЧ-инфекции. То есть 2-3 месяца терапия новыми препаратами, которых в тюрьме наверняка недостаточно, потому что они очень дорогие. Да и снаружи их недостаточно. Вылечивает гепатит полностью. Вот. По поводу туберкулеза, опять же, надо разбираться, есть он у него или нет. По поводу терапии, которую дают, надо разбираться, есть ли от нее побочные эффекты или нет. Почему он себя плохо чувствует от терапии, от побочных эффектов или от каких-то других там заболеваний, которые присоединились. То есть это дело врача. Это надо посмотреть, это надо осмыслить и назначить все, что нужно. Поэтому, ну вот, сложно так говорить. Вот смотри, в местах лишения свободы в России очень много ВИЧ-инфицированных. Да, конечно. И когда эти люди попадают в место лишения свободы, в СИЗОле или в колонии, в любом случае, терапия прерывается. Да, я понимаю. Я так понимаю, что после прерывания терапии, возобновление терапии уже в общем... Да нет. Ну, все-таки не так. Это зависит от того, из чего состоит эта терапия. Это все очень индивидуально, но, в принципе, если это препараты, ну, мы их называем с высоким генетическим барьером, то есть препараты, которые способны выдерживать несколько мутаций вируса, в частности, вот эта та же калетра, например, о которой мы говорили, да, вот при коронавирусе. Это и ряд других препаратов, и вот эти более новые, они выдерживают прерывание. Есть препараты, которые не всегда выдерживают прерывание. Но на самом деле гораздо хуже для пациента не то, что он однократно прервал, потому что там резистентность, то есть устойчивость к этой предыдущей терапии вируса, который в организме, она то ли сформируется, то ли нет, 50 на 50. А гораздо хуже, если эту терапию в тюрьме дают нерегулярно, там, день дают, два не дают, вот такое. Тогда вот эта вот неполная концентрация, недостаточная концентрация препаратов в организме и какое-то количество вируса, которое высвобождается, они взаимодействуют, и вот этот вирус, высвобожденность, становится устойчивым именно к тем препаратам и к ряду других, это называется перекрестная резистентность, которые человек принимал. И вот тогда вот это вот опасно. То есть тогда количество препаратов, которые ему в дальнейшем могут помочь, оно уменьшается, но тем не менее они есть. Сейчас есть замечательные препараты, они есть в России, они относительно недорого стоят, ну, относительно вообще всей этой терапии ВИЧ-инфекции, очень эффективны, из новой группы ингибитора протеазы, которые нужны и можно применять в тюрьмах. Вот о чем я говорила и буду говорить, не только в тюрьмах, конечно. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно их закупать в тюрьмы. Каждый день принести человеку вот эту его схему примерно в одно и то же время. Перестань принести. Должен пойти ногами, а стоять очередь в медпункт. Ну вот, это возможно каждый день, потому что, вот, это ж ты знаешь, а не я. Потому что на самом деле, чтобы человек, мы это называем приверженностью, то есть хорошо принимал терапию, вот хорошо это без пропусков, примерно там в нужное время, там в сочетании или нет с пищей, это вот в тюрьме возможно? Нет. Ну вот, вот отсюда все проблемы. То есть надо сделать так, чтобы у человека в тюрьме, так же как и на свободе, был универсальный доступ к лечению, то есть когда он может легко и без проблем получать вот эти таблетки. Потому что когда ты пьешь любые таблетки курсом, там месяц ты пьешь, два, три, это ограниченный срок, можно напрячься и все сделать ради какого-то результата. Но когда ты пьешь их всю жизнь, то мотивация, она ослабевает постепенно, это известный факт. И поэтому не надо ей вообще создавать никаких препятствий. Наоборот, надо сделать так, чтобы ему легко было это взять и проглотить, чтобы это он нам одолжение делал, глотая эти таблетки, а не мы его осчастливливали этими таблетками. Это вот так должно работать. Я наблюдаю, что тюрьма рассадник инфекции, потому что туберкулез, скучность и шуба на стенах, где живут бактерии, то есть специальное покрытие, которое не дает тебе написать галочки, сколько лет там и дней ты отсидел, но зато эта шуба позволяет тебе дышать этими грибками. Там не лечится ВИЧ, там усрепствует гепатит и так далее, и так далее, и так далее. То есть это система пениценциарная скученность, людская скученность и недостаток медицины. Это же очаг, это же отчинение. Конечно. Ты его наблюдаешь как инфекционист? Ну, мне сложно сказать, потому что все-таки я же работаю с другими больными, и те, кто приходят из тюрьмы, они разные. Конечно. Ну, они совершенно разные. Они в тюрьму приходят разные. Нет, ну понятно. На разных стадиях ВИЧ-инфекции, с разными осложнениями ВИЧ-инфекции. Кто-то с туберкулезом, безусловно. Наверняка там, где много людей, это известно, там всегда передаются инфекции. Чем ближе контакт, тем легче они передаются. Ну, это очевидные факты, которые нельзя отрицать. Вот. Поэтому наверняка, и плюс недостаток медицины, врачей, там ресурсов каких-то, материальных в том числе, медицинских. Понятно, это все не способствует хорошему выздоровлению и профилактике. И, конечно, оно все передается. Мы, как ты говоришь, второй раз статкнулись с эпидемией, пандемией. С пандемией, да. ВИЧ, и вот сейчас корона. Но на моей памяти был птичий грипп, свиной грипп, лихорадка Эбола. Ну, мы же пережили это. Мы же тоже думали в какой-то момент, что Эбола нас убьет, что свиной грипп нас убьет, что птичий грипп. Я очень хорошо помню этот год птичьего гриппа, когда все ходили в масках. Я сама неизвестно, что думала. А сейчас очень хорошо медиа развиты, конечно. И вот я думаю, что это дополнительный вклад в освещение этой проблемы, вот этой вспышки. Я думаю, что какой-то процент медиа института, безусловно, есть. И он создает некоторую панику. Да, очень правильно, что нужно все знать. Но вот эти вот пустые магазины, пустые прилавки, причем не только в России, а в том числе и в Германии, я думаю, что это медиа. Если бы ты была царица, инфекционная царица, распорядись, распорядись человечеством. Чего мы должны делать, чего мы не должны делать? Это очень сложный вопрос. Запрети мне что-нибудь. Не знаю. Не буду. Ну, потому что сложно. Я не готова, честно говоря, про это не думала. Да нет, ну все течет, как течет. И я думаю, что как-то человечество справится с этим. Оно же справлялось. Вакцинация. Надо вакцинироваться. Надо делать прививки. Вот что важно. От чего? От ВИЧ? От короны? От ВИЧ, нет прививки. Сделай мне прививку. Ну и вообще-то есть корь. Есть другие инфекции. Вот корь. Она по миру ходила последние 2-3 года. Почему? Потому что люди забыли. Люди настолько привыкли, что вакцины работают, что они уже забыли, от чего это происходит. Что они не заболевают ни корью, ни оспой, ни чумой, ничем. Вакцинация. Когда 50% общества вакцинировано, минимум 50. Остальные живут за их счет. То есть надо вакцинироваться. Я бы тебе запретила отказываться от вакцинации. Вот что. И не только тебе. Это самое главное.